Итак, друзья, всем привет, с вами Павел Ахнин, и хочу сказать о том, что я сегодня продолжаю просмотр видео под хэштегом Паша посмотри, который вы оставили на стене барабанда. Сразу же хочу сказать, вот прям так сходу, что Ярослав Чеботарев, который оставил видео Володи Шнайдера, The Knife, с его кавером под этим хэштегом, к сожалению, в эту рубрику не попадает, просто потому что он оставил чужое видео, а не свое. Вот, а я же, в принципе, хотел обсуждать пока что, пока что только ваши собственные видео, которые вы сами сняли, вот, чтобы, ну, это напрямую, соответственно, к обращающимся приходило. Так что, если, собственно, Володя Шнайдер сам оставит это видео с таким же хэштегом, без проблем, я его посмотрю. А сейчас переходим к следующему видосу, который у нас под этим же самым хэштегом. И это... Так, листаем дальше, 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 листаем дальше. Так, это Никита Евтюшенков. Нам. Ленкен Парк, драм-кавер. Давайте посмотрим. какая-то большая сцена я вижу, там стоит свет кавер не совсем один в один, не удар в удар, в принципе все так довольно таки неплохо вот мне нравится такой концертный свет прикольный дым свет вот это вообще кайфово редко когда можно увидеть когда человек заморачивается именно с таким большим залом обычно сами понимаете это где-то снято на репетиционной базе или максимум в принципе в или максимум фотостудии а здесь вот пожалуйста большой зал так на что-то у нас есть трюки есть левые удары по крышам которые к сожалению здесь вообще не нужны по технике вроде все нормально чувак ходит в зал качается жрет хорошо молодец так что тут дальше еще сказать кривовато было слушаю вот все эти темы со сплэшками блин с аранжировочной точки зрения они здесь не вкатывают вот много лишнего сыграл понятно что иногда хочется что иногда руки начинают играть станет и себе вот вроде играешь партия пути сюда надо крыши сюда но блин играй не руками играй ушами понимаешь музыкант это и даже барабанщик это человек который делает музыку то есть то что предназначено для ушей не столько для тела то есть да для тела безусловно но сначала это проходит через уши безусловно поэтому если ты будешь играть слишком много лишнего это может негативно сказаться на восприятие песни как пример вот я сейчас это слышу вот много-много лишнего много лишних брейков которые достаточно банально и сюда не уместны в принципе тут нормально было сыграно вот но еще в плане подачи то есть вроде бы как бы у тебя есть какие-то насмотренные движения но в них не видно честности понимаешь то есть я не вижу как тебя прет я вижу как ты просто как бы исполняешь и махаешь руками понимаешь то есть я не вижу на твоем лице того как что тебе действительно хочется это делать ты словно выучил какой-то знаешь танец и исполняешь его вот но тебя в этом нет не так когда много тебя как бы хотелось по технике вроде бы все нормально то есть как нормально в принципе эта песня она совершенно не подразумевает какое-то особое техническое демонстрацию какого-то особого технического умения вот но опять-таки то что она требовала ты исполнил в техническом плане хорошо вот звучишь достаточно неплохо вот единственное что мне лично показалось что звук плосковат именно барабанов то есть как тебя свели не знаю может это просто сразу как бы сделали на пульс стерео дорожку а тебя отдали соответственно уже такой микс вот но конкретно у меня на моих мониторах слушается именно так так что в следующий раз когда будешь делать кавер позаботься о звуке и выбери песню которые тебя ну прям очень сильно прет если этот труд тебя пер хорошо но тогда извини ты не раскрылся в нем вот понимаешь если ты делаешь визуальный кавер то это ну именно такой драм кавер видео ты делаешь это для того чтобы люди на тебя смотрели вот то есть ты уже делаешь некое зрелище соответственно делая зрелище позаботься о том чтобы людям было интересно это зрелище смотреть они просто и посмотрите вот он я как бы смотрите на меня типа блин вот он я я охеренный я делаю охренеть как круто посмотрите на меня и охренеть и вот вот так вот надо делать принципе иначе зрителю просто будет неинтересно ладно я надеюсь ты все понял увижу тебя в следующем видео теперь листаем дальше что у нас дальше так джек кириллов оскал мошпит у аскал ребят я знаю медленно как раз наш композитор злоки показывал парочку видосов что же давайте посмотрим посмотрим вот так даже не пытайся меня на равня столько сил сколько есть все по кругу бегать какие у тебя хорошие барабаны это же там и старклассик отличный барьер судя по всему довольно хорошая студия барабанщик подсвечен ну блин раз тебя подсвечен барабан чушь у тебя верхний свет включен следующий раз позабыть позабыться пожалуйста о свете чтобы было больше света ну более как бы правильного то что вроде как бы картинка могла бы быть еще лучше но выглядит она не такой здоровская как хотелось бы так что у тебя с точки зрения техники даю посмотрим помните малый барабан пламет не знаю честно говоря кто тебя сводил но тут музыки почти ничего нет а в ней уже блин взяли и потерялись барабаны барабанов мало мало тарелок вот блин куча микрофонов а барабаны не звучат звук режиссера морду набей нельзя так делать это же кавер драм кавер барабаны могут немного доминировать плюс как бы я вообще ненавижу честно говоря из режиссеров которые считают что барабанная установка это только барабаны то есть бочка малый тома вот но может быть немножечко хэта все остальное там прочие тарелки вообще там нафиг не нужны они их просто топят 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 в итоге не слушай не тембр как бы твоих железок ненормальной атаки короче ничего и все твои задумки связанные с тарелками просто пропадают это кастрация собственно звук режиссеров за это тоже нужно кастрировать помню в прошлом видео об этом говорил что там рмешка стоит я вижу это хорошо демон драйв там у тебя увидел слушай ну вроде бы подготовились вроде должно все быть снимали на точке я вижу но что-то как-то я говорю сведение не звучит сыграл в принципе неплохо но но что-то тут неуместно не знаю может детка твоя красная короче по шмоткам ты прикинут я бы не сказал что так круто как эта установка ты уж прости следующий раз когда будешь снимать кавер блин подумай над этим вот один что-нибудь такое чтобы вызывала чтобы вызывала некое внимание на тебя по технике по технике по технике по технике ну все в принципе не так уж и плохо ничего не могу сказать он я вижу слушает твои другие видосы здесь выскользнули где-то с нормальной прической короче с бородой в других очках вот что то так здесь же не сделала вот было бы круче и свет нормальный поставь и будет зашибись что же по технике тут тоже ни о чем в принципе особо судить нельзя было единственное показалось тебя слишком много кистей там где не должно было их быть вследствие чего удара были слишком мягкие но тот самый недомельных который периодически всплывает там где не должен вот это смягчать технику исполнения мощных композиций и соответственно визуально и с точки зрения звука не позволяет им раскрыться на полную короче не давишь ты не так хорошо как мог бы а ты можешь вот поэтому давай увижу твое следующее видео обязательно ставь хэштег что ж теперь смотрим дальше что у нас там дальше дальше александр адмиралов за джаз хоп ролланд тд 17 ну давайте давай давай александр посмотрим так хорошо оформлен видос с нескольких камер снят у тебя даже неоновая вывеска есть это прикольно мне нравится это прикольно конечно себе организовал тренировочное место это фотообой или что по монтажу прикольно вот это я не понял что сейчас было с монтажем вот следующий раз когда будешь снимать ролик постарайся пожалуйста тогда или поставить два ракурса чтобы было видно всю установку все элементы потому что сейчас у тебя там явно еще один листом или еще один мало барабанова не видно вот да вот так ну нет не совсем ясно короче попробуй иначе подойти к выбору ракурса я понимаю ты это снимаешь дома вот но попробуй все-таки поискать какой-нибудь другую раку сможет сверху может сверху сбоку в общем так чтобы все-таки не попадались лишние элементы это может быть совсем крупный план но он хотя бы должен быть информативным вот вот этот но это у тебя есть три плана короче тот который был со стороны окна точнее в сторону окна он честно говоря вообще ненужный вот так чебешечка палки крутятся уже на автомате я знаю самого такое бывает так блин ну честно трик-хоп и хип-хоп на электронных барабанах вот так вот я не очень люблю вот все-таки такой стиль где очень классно можно играть живым звуком но ты делаешь это хорошо молодец тебе бы чуть побольше какой-нибудь неоновой подсветки знаешь чтобы все барабаны подсвечивались точнее вот звук на электронке подобрал довольно хорошо молодец вот сделать что-нибудь с лицом следующий раз видно по тебе что-то немножко нервничаешь напряжен не так много удовольствия не совсем видно что ты получаешь удовольствия того что ты делаешь а это блин необходимо понимаешь я как пока сам этого не понял в общем тоже играл довольно напряжно много пальцев техника неплохая весьма судя по твоим избитым палками видно что на акустической установке ты тоже играешь вот ну и в принципе удар достаточно неплохой а вот этот ход был не очень ну ты уже и так понял тебе бы как мне кажется в этот круг побольше милизмов знаешь пресс-роллов короче и прочих вещей они сюда хорошо вкатили по времени все неплохо а вот тут чуть съехал ну неважно квинтолик стиктолик сюда бы вкатили короче чуть более модные биты знаешь есть такая тема рудимента 21 века наверно в принципе слышал о них а может и нет в общем ямаха как раз таки выпустила судэв такую большую в интернете можешь найти рудимента 21 века вот там еще 40 рудиментов помимо старых рудиментов вот можешь их погонять они тебе понравятся а это собственно о том что у тебя было в плане ремонта прикольно прикольно в общем молодец давай занимайся дальше и дай больше роликов вот хорошо смотрим дальше смотрим дальше смотрим дальше о предавец кошмаров король и шут андрей борисеевич поехали ёпт да ладно я дома барабаны стоят вот прям вот так у тебя дэв у тебя очень неплохо может это частный дом не знаю но прикольно райт ни хрена не слышно я толстенный райт я его не слышу тебе в отдельного позвучит и было бы хорошо чё слушать звучит хорошо тут вообще без грамм дэв микрофона в принципе не самые плохие по железу я так понимаю зелы это у тебя да ну да было конечно окей хорошо я честно когда книжи играл ни разу не разу это трек не играла даже уже забыл его вот честно вообще даже не помню но играю что это довольно неплохо вот только почему у вас со стойку циника не снял со стойкой циник не снял ну ладно можете просто нравится это неважно так фигня вот не совсем понимаю зачем ты прижимаешь палку к малому чтобы подглушить его у тебя же там получается еще дополнительный призвук кошмары между не как раз соединительный кошмар два раза почему-то кошмар кошмары ладно неважно башку и крутишь точно не крутишь и киваешься хорошо делаешь в принципе видно что трек тебе нравится вот это как раз таки то о чем я хотел сказать в общем-то даже концертное исполнение все хорошо ничего особо плохого сказать не могу по технике тут в общем-то нет никаких особых претензий то есть ничего критического я бы здесь не подчеркнул то есть с локтя где надо кисти где надо все хорошо молодец ну в следующем в следующий раз разве что можешь сделать чуть больше чуть больше планов если есть возможность взять где-нибудь еще камер поставить сверху камеру потом снизу не знаю ну просто чтобы было чуть разнообразно и смонтировать таким образом а так ничего молодец хороший коверок идем дальше идем дальше идем дальше идем дальше идем дальше о baby come home the neighborhood роман шевиков давайте посмотрим я не знаю этой группы я не знаю этой песни о так мне уже нравится камеры мило трясется хорошо киношника снята титры модная окей вот это я люблю вот это вообще клево отлично сделано хорошо снята камеры конечно слишком трясется ребята будем стадикамчик вам нужен особо потому что особенно когда на полто с полотной снимаете там все так ходу нам ходит мы тоже проходили вот так еще слушай мне нравится такая база вот прикольно у вас все оформлено так очень стиле середины двухтысячных коса двухтысячных красиво хорошие планы вот и даже в принципе достаточно бюджетное оборудование более-менее прикольно сведено единственное мне кажется периодически у тебя малый флэмит ты под плюс играешь да? напиши потом в комментах так вон у тебя там еще малый я вижу перо у тебя какой-то маленький там троечка или четверочка-метрочек наверное бушных мониторов все правильно таки вот нормально свет хороший картинка норм вот этот план исключительно не очень потому что сам видишь у тебя там мятый фиолетовый ковролин позади тебя ну это даже прикольно вот оператор вообще молодец очень правильно как бы все планы сделал все переходы работу с фокусом очень хорошо все сделал со светом вот это тоже хорошо было ну вот и началось отлично хорошо вот теперь я вижу что тебя прет зашибись молодец 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 выщает ну блин вообще здорово и молодец молодец вот этот шаг и знаешь что молодец что не подкидывал палок не делал этих лишних трюков тут это вообще не нужно Ну или, по крайней мере, в каком-то моменте Что-то совсем изысканное можно было бы сделать А так все По технике все хорошо, по звуку нормально И ушел Ой, вообще отлично, слушаю, очень хорошо Так, что это у тебя за барики? Это там у тебя Судя по всему А, нет, нет, может это Хреново знает, что это Хм Ладно В любом случае, мне очень понравилось Прям, а, отлично, хорошо Прям-таки замечательно Что будет дальше? Понятненько Зашибись Молодец Лайк, уже тебе поставил Ага Так, идем дальше, идем дальше Что у нас там дальше? О, Юнус Нагиев Кот, ты там что? А, давай, слезай оттуда Вылезай из башни Так, Юнус Нагиев Юнус Гвен Карди Би Ап Драмкавер Окей, давай посмотрим Давай посмотрим Так, и, конечно же Бот С, этот самый, комментарий От барабанщики Фанки Граммерс Хорошая, хорошая картинка Так, это все было прикольно Ну, чувак, что ж так эмоционально-то Тебе бы очки черные одеть? И было бы вообще отлично тогда То есть можно играть С таким зажатым ртом Но обязательно нужны черные очки В таком случае Чтобы через глаза Не было понятно О, тебя уже начинает подпирать Ну, наконец-то Все, хорошо Тогда все понятно Ты просто сначала Немножко нервничал Ага Хорошо Короче, это такой шред Получается каверочек Где ты просто будешь играть И периодически наваливать Под папсню Окей Не очень люблю такой стиль Но это, знаешь Это как чипсы с пепси Знаешь Это просто вкусно И все понимают Что это пошлятина Но от этого не откажешься Потому что просто прикольно Вот Да, это даже вредно Но Микрофоны Бердинамикс У меня были когда-то такие Свет прикольный Так бы необычный достаточно Хотя, довольно простой Светодиодная лента Этот самый Кольцевая лампа Для салфачей Тарелочки у тебя есть Там был Когда ты играл на таких Звук хороший Но опять-таки Где, блин, хай-хэт? Где хай-хэт? Что, неужели Так было сложно Компресснуть овираж Чтобы он вылез? Вот ты играешь в него А я его не слышу А эти студийные мониторы Не самые плохие Между прочим Сейчас сделаю погромче Сейчас Блин, ты в хэт не играешь Ну, сейчас ты играешь в него А я все равно не слышу Вот так нельзя, по-моему О, вот это была хорошая фишка Да, типа с реверсом Да, вот это молодец Это вкусно Вообще хорошо С техникой хорошо Но без гиперскорости Знаешь, частенько на таких коверах Ребята в какой-то момент Начинают гипершреддить То есть, короче, валить, валить, валить Вот Особенно черные парни Вот, то есть, наваливать Линейными ритмами Шестнадцатыми Очень-очень конкретно Ты этого не сделал Вот, у тебя все В принципе, в пределах Секстольной пульсации Это тоже довольно прикольно Периодически квинтольки были Вот Что я тебе посоветую Все то же самое Темные очки Немножко другой свет И еще больше нот Потому что если уж играешь Подобный коверок То люди ждут Что в какой-то момент Ты разойдешься Просто как Как реактивный самолет Вот Или как пулемет Начнешь наваливать Так что В следующий раз Ну, лично я бы прикололся От такого Воспроизведения Потому что я, честно говоря Уже давно Таких коверов не вижу Все или играют Под них в ноль Или около в ноль Или вот Наваливают слишком аккуратно Хотя раньше Как бы Перегруженные ковера Считались Ну, точнее Находились на пике На пике популярности Я, честно говоря Лично я хотел бы Увидеть еще что-то подобное Так Посмотрим Что у нас там Есть дальше Если есть, конечно Уже 26 минут говорю Так Так Предлагаешь Серьезно Это уже Это уже похоже на спам Так Давай Ага Посмотреть на ютуб Ну ладно Посмотрим на ютуб Посмотрим на ютуб Буду, извиняюсь Пока что По крайней мере Если я вдруг решу Смотреть чужие ковера Которые вы сами Предложите И обсуждать Я об этом сообщу Сейчас Мне интересны Ваши личные ковера Вот Потому что Я хочу пообщаться Непосредственно С вами Так Так Что ж Ну получается Что Все закончилось Окей Ладненько Сейчас я тогда Этот ролик смонтирую И выкину Субтитры сделал DimaTorzok Ладно Окей Что ж Как вы поняли С вами был Павел Лохнин Всем удачи Всем пока Но Перед пока Собственно Подписывайтесь на ютуб канал И все такое Чем вас больше Тем не лучше Ставьте комментарии Лайки И прочее Подобное Оставляйте Тогда я буду чаще Снимать ваши видео Точнее Видео для вас Кстати Я уже Выздоровел Я победил ковид Ну это и понятно Было конечно И Теперь буду Снимать для вас Новые обучающие видосы Разумеется Все желающие Могут записаться Ко мне на занятия По скайпу Или вживую Это в общем-то И так понятно И не забывайте Оставлять Новое Видео С хэштегом Паша Посмотри Буду Рад их Пообсуждать Что ж С вами был Павел Лохнин Еще раз Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok